Добрый день, спасибо большое всем, кто подключился сегодня к нашей Zoom-трансляции или YouTube-трансляции, или смотрит это в записи. Меня зовут Шрайбин Артем, я политический аналитик, основатель агентства Sense Analytics, и сегодня я буду выполнять здесь две функции. Модератора, но и не только, и соавтора исследования, которое мы представим вместе с Павлом Слинкиным, ассоциированным аналитиком Европейского совета по международным отношениям, бывшего дипломата, в том числе дипломата в Литве. Это актуально, потому что сегодня мы представляем исследование об отношениях Белоруссии и Балтийских стран, о последствиях белорусского политического кризиса в этих сложных, противоречивых отношениях. Прежде чем я начну, я должен сделать несколько технических объявлений. Пожалуйста, тем, кто смотрит это в Zoom, очень важно, чтобы вы включили ту дорожку перевода, русскую или английскую, на котором вы хотите слушать эту Zoom-конференцию и в будущем, возможно, в ней участвовать. То есть очень важно, чтобы все выбрали русскую или английскую дорожку, не оставляли себе дорожку по умолчанию. У мероприятия есть два рабочих языка – русский и английский. Прежде чем начать нашу презентацию, я хотел бы поблагодарить в первую очередь фонд Фридриха Эйберта за поддержку нашего исследования. А кроме нас двоих над исследованием, над докладом работали Анна Губарева и Пол Хенсбери, которые оказали нам невероятную помощь в редактировании, переводе, вычитке текста. И переходя уже непосредственно к нашему сегодняшнему мероприятию, все будет построено, скажем так, в три этапа. Сначала мы с Павлом презентуем исследования, презентуем наши результаты, наши выводы. Затем у нас будет дискуссия с приглашенными экспертами из стран Балтии. Я их представлю чуть позже. И затем у нас будет сессия, самая, я надеюсь, длинная, интерактивная и веселая сессия вопросов и ответов, когда, во-первых, представители экспертного дипломатического сообщества смогут задать свои вопросы, возражения, поспорить с нами, пополемизировать. Но у нас не какой-то VIP-закрытый клуб, будет возможность абсолютно всем желающим оставить свои вопросы. Оставляйте их, пожалуйста, в YouTube-трансляции, оставляйте их в Zoom, если вы смотрите нас в Zoom, и мне их сюда передадут, я их озвучу, мы будем на них отвечать. Так уж получилось, что из-за болезни нашего модератора сегодня эту функцию буду вести я, но Валерия с нами, и она будет нам помогать технически. Прежде чем начать, я хотел бы передать слово руководителю регионального офиса фонда имени Фридриха Эйберта и представителю фонда Эйберта по Беларуси, Кристоферу Форсту, для короткого вступительного слова. Кристофер. Большое спасибо. Я приветствую всех от имени фонда Фридриха Эйберта, который посвящен вопросам последствиям затянувшегося политического кризиса Беларусь, Беларусь и Балтийские государства. Идея заключается в том, что мы комплексно посмотрели на статус отношений Беларусь и Балтийских государств, рассмотрели различные сценариев, рекомендации, которые мы можем сделать, когда уже почти 4 год прошел после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года. Достаточно много времени прошло, и это исследование было подготовлено. Потом у него были внесены изменения после посадки Ryanair в Минске. Туда входили новые информации по новой динамике политические прессы в Беларуси. Ситуация развивается очень динамично в Беларуси, в очень тревожном направлении. Мы с большим удовольствием сейчас презентуем это исследование, где мы сможем обсудить исследования, тренды, связанные с конкретными шагами, связанные с принятием новых санкций в отношении Беларуси, которые уже на горизонте. На это со стороны Евросоюза уже готовятся новые пакеты, и, разумеется, мы об этом тоже поговорим. И санкции, очевидно, являются не единственным аспектом, который будет обсуждаться сегодня. Но потенциально есть и другие вопросы, и другие санкции. Но в зависимости от того, верьте вы в то, что санкции эффективны или неэффективны, в любом случае они серьезно влияют на отношения Беларуси с другими государствами. И дополнительно они повлияют, в том числе, и на отношения, в частности, с прибалтийским государством. Прибалтика играет ключевую роль в депутатах на уровне Евросоюза относительно разработки новых стратегий в отношении беларусского режима. Начиная с августа прошлого года они начали активно заявлять. Но я хотел бы сразу оговориться. Я жил в течение двух лет в Эстонии, и я очень близко связан с Эстонией. У меня очень много друзей в Литве. Я понимаю, что анализ прибалтийских государств трудно мне делать, как неотъемлемый членов Евросоюза, потому что Беларусь всегда была в повестке внешней политики этих трех государств. Конечно, может быть, в Эстонии это не так остро стоит, как в Литве. Есть определенные отличия в приоритетах и подходах трех прибалтийских государств, но есть и много общего. Можно сказать, что, в принципе, то, что характеризует прибалтийские государства, имеет свои основания и предпосылки. И это исследование поможет нам лучше понять эти общие и разнообразные вещи. Плюс к этому беларусский режим также дифференцирует свое отношение к трём разным прибалтийским государствам, но мы об этом поговорим чуть позже. Я представляю немецкий политический фонд, который часто, когда мы обсуждаем европейские темы, хорошо это или плохо, один из первых вопросов, мне всегда задают, что думают немцы или Францы, потому что позиции индивидуальных членов Евросоюза также играет ключевую роль, также крупные государства-члены, их мнение, конечно, учитывается в Брюсселе. Часто вопросы, которые задают беларусы в Брюсселе, или что думают поляки, что думают латыши и так далее. Очень проактивный подход используется в отношении, скажем, литовского правительства. В зависимости от того, соглашаетесь вы с каждым этапом беларусской политики или нет. В определенном мере, разумеется, это легче объяснить в отношении общей границы, авторитарных тенденций, а также потенциальных военных действий со странами и соседями. Общая картина значительно более сложнее, чем то, что я писал. Я надеюсь, что это исследование сможет пролить свет на этом. Плюс к этому большое количество вопросов решается в Брюсселе. Другие же вопросы остаются на уровне двухсторонних решений. После президентских выборов в августе прошлого года Литва, прежде всего, была основным драйвером принятие новых решений относительно Беларуси и другие государства. По сути, зеркалили решения Литвы. Но также были новые голоса, которые говорили, что нужно усугублять оппозицию или что нужно отделять российскую угрозу от беларуского кризиса и реагировать на это по-другому. И готовить другие ответы со стороны балтийских государств. И также беларусский режим, который демонстрирует Литву, иногда также и Латвию, как агрессивные государства, которые хотят изменить режим Беларуси. И это влияет на международную безопасность. Разумеется, это особенно характерно в отношении того, что некоторые из беларусов сейчас находятся в Прибалтике. Вне зависимости от того, с какого угла на это смотреть, Прибалтийские государства играют особую роль, когда решают урегулирование беларуского кризиса. Особенно это важно с точки зрения беларусов. Поэтому полагаю, что нельзя это игнорировать. То, что сейчас делается внутри Прибалтийских государств, это и политические шаги, и гуманитарные шаги на уровне между граждан. И это исследование также посвящено этому вопросу. Наш офис организован в Киеве. Как правило, у нас больше опыта, конечно, по комментарию отношений между Украиной и Беларусь. Ну, у нас есть и Павел, который также занимается вопросами Прибалтики и отношений между Прибалтикой и Беларусь. Артём — известный политолог. И плюс мы хотим поблагодарить наших приглашённых спикеров, которые будут выступать в качестве комментаторов, и те из вас, которые присутствуют здесь, а также которые присутствуют виртуально среди участников. Плюс я приветствую эстонских коллег. Интересно выслушать также советы со стороны Прибалтийских государств. Последняя — Валерия Клименко, которая скоординировала организацию этого обсуждения с нашей стороны. К сожалению, она не смогла смодерировать это мероприятие сегодня, потому что слишком много, наверное, уделила времени на организацию этого мероприятия. Поэтому Артём из-за того, что он взял на себя бразды правления. Надеемся, что у нас будет очень интересная дискуссия. Это исследование уже размещено в онлайне, можно получить доступ к нему через виртуальную библиотеку. И мы обсудим различные сценарии, которые представят нашему вниманию соавторы этого исследования. И различные рекомендации будут стимулировать новые дебаты. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Кристофер. Я могу только подписаться под всем, что только что было сказано. Я действительно буду сегодня немножко менять свое амплуа по ходу нашего мероприятия. Пока я модератор, но затем, после того, как Павел представит такую первую, может быть, основную часть нашего исследования о непосредственном влиянии политического кризиса в Беларуси на отношения с балтийскими странами, возьму слово «я» для того, чтобы рассказать коротко о тех сценариях, которые мы видим в этих отношениях на ближайший год. И о рекомендациях, которые мы даем, в первую очередь, балтийским и европейским политикам. И, как верно сказал Кристофер, исследование уже доступно, оно обширное. Мы не сможем и не будем, и не стараемся покрыть его полностью в сегодняшней презентации. Это скорее обмен мнениями по теме под трансляцией в Ютубе. И на нашем ивенте в Фейсбуке, где вы присоединялись к Zoom-конференции, пожалуйста, можете уже ознакомиться с полным текстом. И на этом я передаю слово Павлу Сунькину для того, чтобы он представил многоформатное и многоплановое последствия белорусского политического кризиса для белорусско-балтийских отношений. Павел, твои 15 минут. Спасибо, Артем. Пожалуй, начать презентацию необходимо с того, чтобы подчеркнуть, что политический кризис в Белоруссии по-прежнему не завершен. Его динамика, как уже упоминал Кристофер, очень высокая. Поэтому это влияло в том числе и на эту презентацию, и на нашу работу, на подготовку нашей работы, которую приходилось корректировать уже с получением новой информации, да и факторов, которые мы наблюдали последние две недели. Если поговорить на секунду, вы просто... Для демонстрации того, о чем говорит Павел, когда мы уже сдали работу в верстку, в Минске приземлился Боинг Краянаэра. Это было таким очень интересным фактором и моментом для нас. Одним из главных последствий, собственно говоря, для нашего исследования. Вообще, изначально для того, чтобы объективно оценивать последствия политического кризиса для всех трех стран, нужно понимать, что стартовые позиции у Литвы, Латвии и Эстонии были также различными. Литва, например, в последние годы уже находилась в такой, условно, лайт-версии нынешнего состояния отношений с Белоруссией, а Латвия же наоборот, для нее этот изменение, политический кризис развернул политику Латвии на 180 градусов. Эстония, в принципе, по объективным причинам, там нет общей границы, отсутствуют глубокие экономические отношения. Она находилась в арьер-гарде двух остальных балтийских стран, и Беларусь не была в топ-листе ее приоритетов. Одним из главных системообразующих факторов отношений Беларуси и трехбалтийских государств является взаимная недооценка степени суверенитета партнеров по отношению друг к другу. Официальные лица Литвы неоднократно и до кризиса говорили о том, что у Беларуси остались только остатки суверенитета, похожую позицию разделяли больше не в публичной сфере и в какой-то лишь степени и представители Латвии и Эстонии. И понятно, что кризис, только эти опасения и этот фактор, он был им усугублен, ну и все это как до кризиса, так и сейчас предопределяет высокую степень недоверия между партнерами и неготовность выстраивать долгосрочные политические связи. Надо сказать, что первая реакция балтийских стран на беларусский политический кризис, она была очень схожей. И тут стоит отметить, что после событий, трех дней протестов после выборов, не произошло резкого возврата к санкционной политике. План, который был представлен изначально президентом Науседа и потом совместно с президентом Латвии, Эстонии и Польшей, он предполагал три пункта освобождения политических заключенных, остановку репрессий и начало диалога с обществом, диалога между обществом и беларусскими властями. Тогда речь не велась о непризнании Лукашенко. Но развитие событий в Беларуси, они, собственно говоря, привели к тому, что акцент и выбор этими странами был сделан в пользу именно санкций. И теперь логика развития беларусско-балтийских отношений развивается вот в таком русле. Фактически главным последствием для, если брать военно-политическое измерение для Литвы, как и для Латвии и Эстонии, стало углубление зависимости Беларуси от России. И надо понимать, что для Литвы зависимость Беларуси от России это, в принципе, всегда рассматривалось как резистенциальная угроза. С углублением кризиса эта ситуация только будет усугубляться, пока кризис не будет разрешен. В этой части ничего не изменится. В отношениях между Беларусью и Литвой кризис в них принес два системных фактора, которые отсутствовали раньше. Это непризнание легитимности правления Лукашенко, причем это было сделано на законодательном уровне, одобрено литовским сеймом. И это в какой-то степени блокирует возврат к предыдущей модели отношений между Беларусью и Литвой. Вторым фактором, который тоже стоит отметить, в этой части еще стоит обратить внимание, что вот это непризнание легитимности влияет также на развитие дипломатических контактов. То есть это не только на высоком политическом уровне, но еще и на дипломатическом. Сейчас возврат послов и назначение послов выглядит очень проблематичным и непонятно, как будут стороны выходить из этого, если кризис не будет разрешен. Либо нужно будет всегда находиться посольством на уровне беременных поверенных, либо какой-то из сторон придется идти на серьезные уступки. Другой фактор – это размещение офиса Светланы Тихановской в Литве. И тут тоже непонятно. В зависимости от того, как дальше будет развиваться кризис, эти отношения, отношения между странами могут стать заложником этого фактора. В какой-то момент в Литве, возможно, необходимо будет принимать решение, какое же будущее будет офиса, какой его статус будет, и в какой момент нахождение его в Литве будет противоречить национальным интересам Литвы, если вообще, в принципе, в таком формате это будет рассматриваться. Но в любом случае он будет таким раздражителем на ближайшие годы для двух стран. Как я уже говорил, для Латвии кризис означал разворот отношений на 180 градусов. Если до начала кризиса латвийские власти неоднократно приглашали с официальным визитом Александра Лукашенко в Ригу, он так тогда туда и не успел съездить, то уже после кризиса не только приглашение было аннулировано, но и сам Лукашенко оказался в списке невъездных. Поэтому тут тоже перспективы дальнейшие политические, они очень-очень сомнительны. Важно также отметить, что нежелание проводить совместный чемпионат мира между совместной Беларусью и Латвией. Латвией, премьер-министром Латвии было высказано уже 13 августа. И в санкционный список министр спорта и председатель Федерации хоккея Беларуси также были внесены задолго до решения Международной Федерации хоккея о том, что матчи в Беларуси не состоятся. Что касается Эстонии, то она, несмотря на то, что для нее Беларусь никогда не была в топлисте приоритетов, она продемонстрировала достаточно активное вовлечение и проявила интерес в разрешении белорусского политического кризиса. Благодаря ее статусу непостоянного члена Совета Безопасности ООН состоялись дискуссии, хоть и не в формальном заседании Совета Безопасности в формате АРИА, но при этом уникальность этого заключается в том, что там одновременно присутствуют как оппозиционные политики, так и представители действующих властей России и Беларуси. То есть они формально, это единственная площадка, на которой они участвовали одновременно. Интересно также, что проанализировали санкционные списки, и как они отличаются, они практически идентичны друг к другу, правда литовская часть открыта лишь, открыта не полностью, поэтому не можем знать, кто все те лица, которые находятся в литовских санкционных списках, Латвия и Эстония публикуют себя на сайтах. Вот если их сравнить, то там интересно, что, например, в эстонском списке присутствует фамилия следователя Агафонова, который вел дело Вагнеровцев, потом дело Тихановского, у него в принципе много дел, но он отсутствует в списке латвийском и в открытой части литовского списка. В то же время по какой-то причине в эстонский список не попали рядовые сотрудники правоохранительных органов, или, скажем, правильнее, силовых органов Беларуси и один чиновник. Эстония также успела, в отличие от Латвии, вычеркнуть фамилию Станислава Лупоносова, который, будучи в Беларуси, работая в ГУПОПИКе, передавал информацию в оппозиционные штабы. Если говорить о последствиях для экономики, то на данный момент главным ударом по экономическим отношениям для Литвы, в первую очередь, стала переориентация транзита нефтепродуктов белорусских из Клайпинского порта. И, несмотря на заявления официальных лиц, несмотря на заявления белорусских властей, что это будет серьезным ударом по Клайпинскому порту, на самом деле, это немножко преувеличено. Главным грузом, который через Клайпинский порт переваливает, является калийное удобрение. Они, как раз, не были затронуты, не все продукты, хоть и составляли достаточно большую часть, но даже полный исход из Клайпинского порта не обанкротят ни отрасль, ни сам порт внезапно. И с точки зрения всех наших экспертов, которых мы опросили, они также считают, что достаточно быстро удастся к новой ситуации адаптироваться руководству порта и, в принципе, литовским властям. Первая статистика, которая была получена в начале этого года, показывает, что объем перевалки через Клайпинский порт только выросли, даже несмотря на то, что еще в декабре нефтепродукты уже перестали идти из Беларуси туда. А вот для Беларуси последствия уже, я бы сказал, что здесь больше пространства для анализа. То есть, несмотря между Беларусью и Россией было заключено соглашение на ближайшие три года о том, что эти нефтепродукты будут переваливаться через российские порты, но с учетом непрозрачности и традиций непрозрачных таких сделок, мы не знаем на самом деле, сложно оценить, какие же это будут экономические последствия этого, но можно предположить, что они будут. Даже если поверить, что несмотря на значительное увеличение логистического плеча, что паритетно эти будут цены тому, что предлагалось беларусам в Клайпиде, то сами соглашения, например, фиксируют эксклюзивные условия для российских железных дорог, которые будут осуществлять транспортировку нефтепродуктов. Если во взаимодействии с Литвой часть перевозок осуществляла белорусская страна, таким образом, белорусская железная дорога на этом зарабатывала также, в соглашении есть пункт «бери, плати», то есть учитывая, как устроена белорусская экономика, которая получает нефть из России, перерабатывает ее, сейчас ей придется эту переработанную нефть возвращать обратно в Россию, дважды, получается, покрывая расходы по транспортировке, и в случае, если между Беларусью и Россией возникнет какой-то нефтяной конфликт, и Россия остановит поставки нефти в Беларусь или существенно их ограничит, обязательство «бери, плати» по условиям работы в российских портах останется. То есть Россия фактически будет получать деньги, даже не поставляя нефти, потому что будет обладать эксклюзивным правом, заключенным определенным соглашением. Интересно также, что вот это наказание, такое условное, за политическую позицию, оно было адресовано только Литве, а Латвия и Эстония продолжают работать, то есть белорусские грузы продолжают поступать в порты этих двух балтийских стран, и это, наверное, можно рассматривать, как такой своеобразный, своеобразный невысказанный угрозовых адрес, или там домоклов меч, который должен влиять на их, в том числе, политическую позицию, если им не захочется терять, и не захочется оказаться на месте Литвы. Вообще Латвия продемонстрировала такой серьезный прагматизм в части экономических отношений. Об этом говорит и информация, которая хоть и неофициально, многими экспертами подтверждается о том, что именно Латвия исключала фамилию одного из бизнесменов из санкционных списков, который имеет интересы в Латвии. И, например, в ходе визита Светлана Тихановская предложила целый план того, как экономически Латвия может повлиять на белорусские власти. Ни одно из этих предложений там касались ограничения закупки деревообрабатывающей, лесной промышленности, алкоголя, приостановки сотрудничества с Госбанками Беларуси, введения экономических санкций против предприятий, которые увольняют белорусов. Ни одно из этих решений латвийскими овощами не было принято, потому что напрямую влияло на их экономические интересы. Однако важно, что публичная позиция Латвии в отношении белорусской атомной электростанции после кризиса она претерпела изменения. Если до этого латвийские власти публично не отказывались от возможности покупать вырабатываемую электроэнергию с БЛС, то уже после кризиса, после его начала три балтийских государства заключили соглашение, в котором декларировали о том, что они не будут эту электроэнергию покупать. Тут тоже интересный нюанс есть. Весной этого года министр энергетики Литвы отметил, что с начала года количество электроэнергии, которое проходит через латвийско-российскую смычку, которую Латвия и Россия открыла снова, чтобы получать электроэнергию, оно увеличилось в три раза. И тут с точки зрения литовского министра он предположил, что это возможно как-то может быть связано в том числе и с вводом белорусской атомной электростанции в эксплуатацию. Поэтому в данном случае заключенное соглашение, оно такое носит декларативный характер, а методология, которая могла бы точно указать на то, что электроэнергия с белорусской атомной электростанцией не попадает на рынок Балтийских стран и на рынок Литвы, но она не может быть единой, и поэтому до отключения от Брелла вряд ли реализация на практике планов Литвы о запрете полном в допуске белорусской электроэнергии на ее рынок можно будет реализовать. Между странами Балтии, Россией и Белоруссией, из которого страны Балтии хотят выйти к 2025 году, отключившись таким образом от соединения электрического с Белоруссией и Россией. Да, спасибо, Артем. Советская система, да, ну сейчас, соответственно, три балтийских страны планируют переподключиться уже к европейским энергетическим сетям. Если брать сугубо показатели товарооборота, по итогам 2020 года произошло довольно серьезное их падение, но это объясняется скорее не политическим кризисом, а ситуацией с пандемией, все три показателя, например, если брать Белоруссию, Латвию, экспорт, инвестиции, товарооборот, они сократились более чем на 20%, ну и создали одновременно низкую базу для хорошего старта в 2021 году, и вот по статистике первых нескольких месяцев товарооборот Белоруссии, Латвии, Белоруссии, Эстонии, он вырос там в случае с Латвией, по отношению к прошлому году он составил 153%, для Эстонии 146%, то есть если брать вот такие показатели, то незаметно влияние, очевидное влияние политического кризиса на экономические отношения между странами. Даже если сравнивать с 2019 годом, то и там есть перерост во всех странах, кроме Литвы. Еще одним последствием стало по инициативе Литвы приостановка выделения средств в рамках программы трансграничного сотрудничества, трех стран Литва, Латвия и Беларусь, для белорусских проектов. Один был там и крупный инфраструктурный проект, модернизация погранперехода на белорусско-латвийской границе, это несколько миллионов евро, и вот сейчас этот проект с высокой вероятностью не будет реализован, ну по крайней мере в ближайшие годы. Там были и более мелкие проекты, в частности развитие телекоммуникационной инфраструктуры на белорусско-литовской границе, проекты в области природоохраны, сельского хозяйства, туризма, они также приостановлены, потому что у балтийских партнеров нет уверенности, что полученные деньги из средств Европейского Союза не будут использованы белорусскими властями в каких-то других целях. Если брать гуманитарную сферу, то, ну хотя это и гуманитарно-экономическая, то таким очень символическим последствием для отношений стала ситуация вокруг санатория «Беларусь», который находится в Друске-Ненкае. Владелец этого санатория попал под санкции, под третий пакет, в итоге его счета были заблокированы, и литовский бюджет потерял налоговое поступление, это около 1 миллиона евро ежегодно. Сотни жителей региона потеряли свой фактический заработок, хотя они отказались увольняться, пока пытаются решить эту ситуацию каким-то путем юридическим, бюрократическим. Руководство региона потеряло крупного работодателя, белорусский владелец санатория потерял свою прибыль, ну а десятки тысяч детей потеряли возможность там лечиться. И это такое неприятное, наверное, последствие, но очень красноречивое. Если же... А тут отдельно стоит отметить, наверное, IT-сферу, да, то есть вот если говорить про последствия, то, как правило, это все приводило к негативным последствиям, но IT-сфера это как раз то, что позволило балтийским странам приобрести, в котором Литва по статистике, который проводил портал DevBuy, да, из запрошенных людей 15% переехало и релацировалось именно в Литву. На первом месте Польша, потом Украина, потом Литва, и там открыли офисы свои такие белорусские IT-гиганты, как Wargaming, IPAM, такой хорошо в мире известный проект Flow. И для Литвы в данном случае такие процессы приносят одни плюсы. Туда, как правило, приезжают наиболее квалифицированные кадры и наиболее высокооплачиваемые, и при этом еще приход всемирно известных компаний также повышает рейтинг привлекательности Литвы в высококонкурентном, высокотехнологичном бизнесе. Наверное, вот здесь стоит остановиться. Спасибо большое. Возвращаю слово тебе, Артем. Спасибо большое, Павел. На этом, разумеется, наше исследование не ограничивается. И кроме некой части описательной того, что произошло, и аналитической того, что произошло в отношениях в последние месяцы и вследствие политического кризиса в Беларуси, мы попробовали немножко заглянуть вперед. Ситуация как в Беларуси, так и в ее отношениях с соседями просто дико динамична. И те прогнозы, те оценки, которые мы даем сейчас, могут, в принципе, устареть через неделю, к моменту, когда вы найдете эту запись на YouTube. И это, конечно же, накладывает серьезные ограничения на то, какой промежуток времени мы можем себе выдавать под прогноз. Мы решили ограничиться одним годом, то есть июнем 2022 года. Для прогнозирования мы выбрали сценарный анализ, когда выбираются две переменные. В нашем случае эти две переменные. Произошел или не произошел к июню 2022 года в Беларуси транзит власти, то есть переход власти от Лукашенко к кому-то другому. Каким-то другим силам, политикам. И вторая переменная. Произошло ли к июню 2022 года углубление, значимое качественное углубление интеграции Беларуси и России. Не просто подписание дорожных карт, не просто 18 новых саммитов Путина и Лукашенко, а действительно качественное углубление интеграции того, чего не было последнее десятилетие. У нас получилось 4 сценария. Я попрошу сейчас вывести эту диаграмму, эту карту, можно сказать, на экран. В случае сочетания этих переменных разнообразных, в случае, если у нас возникает и транзит власти, и углубленная интеграция с Россией, мы этот сценарий назвали условно пророссийский транзит, в случае, если транзита власти не происходит, но углубляется интеграция с Россией, мы этот сценарий условно назвали Абхазия-Лукашенко, то есть он остается у власти, но мы становимся полным сателлитом. А в случае, если не происходит ни того, ни другого, это по факту сценарий статус-кво, который, наверное, стоит сейчас рассматривать как базовый, хотя и не наверняка. Ну и, наконец, сценарий транзита власти и отсутствия углубленной интеграции с Россией мы условно назвали Новая Беларусь. И вот здесь я хотел бы поставить многоточие и в том, что касается конкретного описания этих сценариев и как они реализуются в Беларуси и их последствий для отношений в стран Балтии и Беларуси, об этом вы можете прочитать у нас в исследовании. Это такой небольшой тизер, это одна из самых таких забавных частей исследования, такое проецирование, можете открыть почитать. А я перейду к следующей части, к рекомендациям. Спасибо большое за слайд. Рекомендации наши, мы были перед такой дилеммой, кому их выдавать? И решили, что искать в Беларуси субъекта для того, чтобы ему советовать сложно, по разнообразным этическим и другим соображениям. Поэтому мы решили дать некие такие общие рекомендации, наши авторские, исходя из нашего анализа ситуации, многолетнего анализа, ну и конкретно этой работы, балтийским в первую очередь политикам, ну и европейским политикам, поскольку внешняя политика балтийских стран находится так или иначе в русле, хотя иногда и в авангарде европейской внешней политики по отношению к Беларуси. И переходя к этим рекомендациям, я очень таким, так, по ним пройдусь обзорно, с удовольствием ответим на вопросы. Очень важно в первую очередь осознавать пределы своего влияния на ситуацию в Беларуси. Не могут внешние акторы, особенно когда это не касается России, рассчитывать, что вследствие их действий, из-за их действий, только из-за их действий, произойдут какие-то фундаментальные изменения в самой Беларуси. Попытки какими-то резкими изменениями своего курса, или просто изменениями на 180 градусов, от втягивания Беларуси в какие-то и белорусских властей, в какие-то процессы диалога, потом обратно к санкциям и наоборот, они не, уже показывает многолетний опыт, они не ведут к эффективности с точки зрения демократизации в Беларуси, ни втягивания Лукашенко в какие-то общеевропейские дискуссионные процессы, ни санкции против него. Закручивание гайки, репрессий в Беларуси происходит по внутренней логике. Они происходят тогда, когда Александр Лукашенко чувствует себя под угрозой его чувствует, что его власть стоит под угрозой. И это не в компетенции, если хотите, это не в полномочиях, это не под силу балтийским странам и европейским странам шире, а как-то значимо повлиять на это. Поэтому очень важно с нашей точки зрения выработать более стратегический подход, не пытаться идти на поводу каких-то токсических попыток белорусской власти торговать с Евросоюзом, будь то политзаключенными, будь то какими-то другими, российской угрозой и так далее. Поскольку, повторюсь, влияние тех или иных шагов балтийских стран, Евросоюза на ситуацию в Беларуси, оно оказывается недолговечным. Не будет такой степени взаимозависимости Лукашенко и Европы, чтобы это остановило его от репрессий. Но с другой точки зрения, не будет возможности у балтийских стран в некой геополитическом торге за Беларусь перекупить ее у России. Это тоже по разным причинам невозможно, поэтому играть в эти геополитические игры мы конкретно не советуем. Но непоследовательность в курсе, отсутствие стратегического видения, отсутствие видения стратегических интересов, убеждает Минск, белорусское общество и Россию в том числе, что вот такой торг и такие качели можно продолжать бесконечно. И мы не уверены, что это то видение, которое Европейский Союз и балтийские страны хотят проецировать на всех стейкхолдеров в этом вопросе. Поэтому больше последовательности. Это, можно сказать, первая рекомендация. И важно остерегать Евросоюз от повторения ошибок прошлого, когда вследствие вот таких каких-то ходов внутри Беларуси, будь то освобождение части политзаключенных или частичное освобождение, то есть там без реабилитации политзаключенных, а политика разворачивалась. Кроме того, очень важно в выработке подхода к Беларуси не смешивать Беларусь и Россию, не смешивать эти два кейса, не считать их неким единым целым с точки зрения выработки европейской стратегии. Потому что если этот подход будет одинаковым, если, условно говоря, санкции будут приниматься в отношении и Беларуси, и России по похожим поводам, с похожей мотивацией, с некой общей риторикой, которая за ними следует, то это будет работать, по сути, на повышение устойчивости власти Александра Лукашенко, поскольку таким образом он сможет гораздо более, что ли, действенно и качественно продавать этот аргумент Владимиру Путину и любому другому главе Кремля, если Лукашенко удастся остаться у власти надолгом, что мы с тобой в одной лодке, условно говоря, против нас ведется общая санкционная война. И такие подходы часто звучат и в балтийских странах, и в других европейских странах на тему, что санкционировать нужно обе страны одновременно вместе. Мы считаем, это порочная практика, и так идти не должно, так ситуация развиваться не должна. Вместо этого мы считаем, что нужно выработать такую линию поведения, такой подход к Беларуси и к белорусско-российским отношениям, который бы использовал существующие разногласия между Беларусью и Россией для усиления позиций балтийских стран. И в этом смысле надо признать, возможно, неприятную для кого-то в странах Балтии реальность, что разрешение белорусского кризиса, даже конструктивное некое разрешение, эффективное разрешение белорусского внутриполитического кризиса, которое уже становится не просто внутриполитическим, особенно после ситуации с самолетом Ryanair, так вот разрешение его невозможно без некого взаимодействия с Россией. И в первую очередь из-за такого фундаментального дисбаланса во влиянии между Россией и странами Запада, и странами Балтии в том числе, в том, что касается влияния на ситуацию в Беларуси. И поэтому тема Беларуси должна регулярно подниматься в российско-европейском диалоге и не отягощаться остальным негативным багажом, насколько это возможно, российско-европейского сотрудничества. И здесь основными целями стран Балтии и Евросоюза должны быть первое преодоление гуманитарно-правового кризиса в самой Беларуси, а во-вторых, ну, разумеется, поддержка и ускорение транзита власти, о чем в той или иной форме, по другим интересам говорит и Москва, называя это конституционной реформой. Однако еще одной целью принципиальной должно быть сохранение, поддержание, укрепление белорусской независимости. Важно не идти на поводу у каких-то конфронтационных, провокационных шагов Минска, которые могут привести к нарушению или разрушению многолетних экономических, такой экономической ткани между Беларусью и странами Балтии, Беларусью и Евросоюзом. Нельзя отвечать взаимно на взаимностью на какие-то блокады торговых путей, на какие-то ограничения для европейского бизнеса, на которые сегодня уже намекает белорусская сторона, потому что таким образом удар наносится не только по сиюминутным каким-то интересам этого конкретного бизнеса, но и по возможности Беларуси в будущем опираться на некую экономическую базу собственного суверенитета с точки зрения диверсификации своей торговли. И своего инвестиционного, и всего остального портфеля. И здесь очень важно понимать, что главным, что ли, таким негативным фактором здесь является поведение белорусской власти. Но важно, чтобы страны Балтии этому не способствовали настолько, насколько это возможно. одновременно важно повышать для Москвы цену возможных шагов по более тесной форсированной интеграции с Беларусью. И здесь могут быть разные решения. Угрозы публичной и непубличной санкции в случае нарушения белорусского суверенитета, непризнание интеграционных соглашений с Лукашенко, поскольку подпись Лукашенко уже в принципе вряд ли признается как некое легитимное выражение мнения белорусского народа в странах Балтии и в Беларуси. И, соответственно, Москва должна четко осознавать издержки от любых подобных поползновений, наверное, здесь плохое слово, но попыток принудить Минск, принудить сегодня уязвимую белорусскую власть к разнообразным уступкам с точки зрения политического, военного и экономического суверенитета. И вот здесь, мне кажется, что у Евросоюза в целом стран Балтии, как у проводников, отчасти и у авторов европейской политики в отношении Беларуси, есть поле для маневра. Этот вопрос может звучать и может подниматься на разнообразных дипломатических площадках и переговорах с Россией. Дальше еще одна рекомендация, это, разумеется, продолжение работы со своим союзником в Беларуси. Под своим союзником в Беларуси для стран Балтии и Евросоюза мы, можно было бы это пафосно назвать белорусским народом, но давайте скажем более академически точно, той частью белорусского общества, которая осознала свою политическую субъектность в 2020 году и активно включилась в борьбу за свои права. И здесь может идти речь о поддержке прямой гуманитарной, разнообразной поддержке визовой, облегчении миграционных процедур, в случае, если необходимо, какой-то гуманитарной релокации, в том числе и для бизнесов. Это не только гуманитарная миссия, это и более долгосрочная миссия, связанная с тем, что в этой среде, среди этой части белорусского общества стратегически улучшается имидж стран Балтии и Евросоюза, как акторов, которые в трудную минуту протянули руку помощи. Однако здесь мы считаем важным, и, возможно, этот вывод покажется спорным, мы считаем важным приоритизировать помощь тем субъектам, которые остаются в Беларуси, гражданскому обществу, которое остается в Беларуси. Это профсоюзы, независимые СМИ, правозащитники. И важно понимать, это не призыв к чему-то, но это просто важно иметь в виду, что обильное вливание в центре белорусской оппозиции за рубежом, в центре белорусской диаспоры, они на среднесрочной дистанции могут привести к дальнейшей фрагментации белорусской оппозиции, белорусской оппозиции в изгнании, именно из-за начинающейся конкуренции за ресурсы, из-за смещения стимулов с точки зрения репрезентации своих избирателей. Вместо этого появляются интересы, репрезентации интересов своих доноров. Поэтому очень важно модерировать, что называется, обильность вливания средств в белорусскую оппозицию за рубежом. И если есть как бы некий выбор, то приоритет, на наш взгляд, должен стоять на помощи тем, кто находится внутри страны. Что касается санкций, самый, наверное, спорный вопрос. Мы в работе принципиально не занимаем позиции о том, нужны, полезны ли, эффективны ли, или работают санкции, потому что это философский вопрос, о котором можно дебатировать годами, в зависимости от того, что вы считаете, что вы называете эффективностью санкций. Кого-то они сдерживают от каких-то поступков, как оценить, сдержали ли они белорусскую власть чего-то или нет, добились ли они чего-то, работали ли они в прошлом на освобождение политзаключенных, или были же какие-то другие факторы. Это огромная теоретическая дискуссия, и мы исходим из того, что санкции в отношении Беларуси, в отношении белорусской власти, это реальность. Они будут применяться, белорусская власть делает все для того, чтобы они расширялись ежедневно. И поэтому здесь наша рекомендация не делать глупостей, если говорить просто. Не выбирая между санкциями, предпочитать те из них, которые основной свой удар и основной свой ущерб наносят по непосредственно белорусской власти и тем, кого можно назвать приближенным бизнесом к белорусской власти. Однако те санкции, которые наносят по ним минимальный урон, но вместо этого бьют по, в первую очередь, по гражданскому обществу и по народу Беларуси, как, например, запрет рейсам Белавии вылетать из Беларуси в европейские столицы, мне кажется и нам кажется, что это неправильный выбор. Правильный выбор, снова-таки, приоритизировать нанесение урона того, кого европейские и балтийские страны считают причиной и проблемой в данном кризисе. И здесь также важно, снова-таки, предпочитать не те санкции, которые наносят практически минимальный урон белорусской власти, однако толкают ее к переориентации разнообразных логистических и других маршрутов связей на Россию. И здесь одним из примеров может быть ограничение поставок калия. Евросоюз не является основным из рынков сбыта калия, практически не является в принципе рынком сбыта, однако последствием секторальных санкций против белорусской калийной отрасли почти наверняка станет простая переориентация импорта, вернее экспорта этих удобрений на российские порты вместо балтийских. И на этом все. И на этом серьезного влияния на белорусскую, даже калийную отрасль не будет. В то же время есть санкции, которые, например, там запрет, не знаю, или блокаду какого-то транзита газа российского через Беларусь, которые несут абсолютно обратный эффект, нанося ущерб в первую очередь России из-за поведения Минска. И это может создавать абсолютно другие мысли, расчеты и стимулы в Кремле. Потому что в таком случае Россия попадает в некую монозависимость от Украины, как страны-транзитера газа. Поэтому очень важно подходить к санкциям не с точки зрения такого одного интереса, приоритета, как можно больше вреда нанести белорусской власти, рассматривать их с точки зрения того, какие побочные и основные эффекты они несут и чего больше. И кроме того, важно вместе с негативной повесткой включать в свое коммуницирование балтийским странам в первую очередь некую позитивную повестку в отношениях с Беларусью. И здесь вот недавний одобренный трехмиллиардный план помощи демократической Беларуси это один из примеров, который нужно постоянно проговаривать в риторике и в коммуникации с белорусами, с официальным Минском, с мировым сообществом, чтобы не было ощущения, что все, что может предложить Евросоюз и страны Балтии, Белоруссии, это наказание, это санкции, которые рикошетом или не рикошетом бьют по обществу, но что есть и обратная сторона этого процесса. И принципиально, чтобы в предложении этой, если хотите, морковки, не было никаких намеков или привязок к геополитическому выбору Беларуси. Их сегодня и нет, и европейские, и балтийские политики это осознают, однако важно, чтобы именно так это и оставалось, потому что тема геополитического выбора, она скорее разделяет белорусское общество, а не объединяет его, и она помогает белорусской власти снова-таки позиционировать себя защитником российских интересов в Беларуси. Насколько это возможно, мы считаем важно сохранять бизнес-сотрудничество с не аффилированным с властью бизнесом, по причинам, которые я упомянул выше, это вклад в белорусский суверенитет. И, наконец, последняя рекомендация, она такая базовая, она самая важная, на наш взгляд, в том, что последние события показали, что белорусскому кризису нужно постоянное внимание. Это не может быть вниманием отхок, вниманием, когда какой-то новый самолет вынужден садиться в Минском аэропорту. Иначе это препятствует выработке стратегической политики в отношении Беларуси и, в принципе, успешной выработке политики в отношении Беларуси на европейском уровне. Белорусский кризис, на наш взгляд, обречен на ближайшее время, уж точно до своего разрешения, а может быть и потом, оставаться вызовом региональным. И мы это видим. А уже в последние месяцы. И поэтому относиться к нему нужно именно так же, как к региональному вызову, который требует постоянного внимания. И здесь одна из наших рабочих идей, таких возможных, это назначение в Евросоюзе некого специального представителя Еврокомиссии, возможно, специального докладчика по ситуации в Беларуси. И функционал этого человека или этого офиса может входить не только координация европейской политики, не только сохранение Беларуси в постоянном фокусе внимания, но и, если хотите, сглаживание неких противоречий внутри Евросоюза по вопросу подходов к Беларуси, по вопросу выработки подходов к Беларуси. Учитывая опыт балтийских стран, непосредственно просто взаимодействие, соседство с Беларусью на протяжении десятилетий, нам кажется, что выходить из одной из балтийских стран был бы идеальным кандидатом на такую должность. Однако важно, чтобы это был человек без какой-то определенной репутации ястреба или голубя по белорусскому или российскому портфолио, чтобы не служить снова таким разделительным фактором в выработке политики. Вот на этом я, наверное, остановлюсь и одену другую свою шапку, кепку модератора. И сейчас мы перейдем ко второй части дискуссии, в которой мы пригласим балтийских экспертов со своими пятиминутными, может быть, ремарками высказаться по нашему исследованию, по этой теме. И у нас сегодня в гостях Витис Юрконис из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета и Эвья Дедковича, простите, если я неправильно поставил ударение, из Латвийского института международных отношений. Также у нас есть гости из Эстонии, которые, если захотят присоединяться, мы просто заранее не успели, что называется, их озадачить в выработке такой пятиминутной речи, поэтому после того, как выскажутся эксперты из Литвы и Латвии, если будет у представителей Эстонии Калвин Армаги, дипломата из посольства Эстонии в Минске, или Индрика Таранда из Международного центра обороны и безопасности в Эстонии, тоже желание добавить свой вклад в дискуссию, пожалуйста, вы всегда добро пожаловать. И я передаю слово Витису. Витис, твои пять минут. Спасибо большое организаторам и вам за все это исследование. Действительно очень важное дело делайте. Я по большому счету согласен с большинством выводов и хотел, может быть, пару акцентов со своей стороны сказать. Одно, что составляющие отношения я вижу как три основные вещи, и, может быть, я бы их оценил по цветам светофора, где красный – это сложная ситуация, зеленая – где, в принципе, хорошая ситуация. Так вот, экономика. И если до 2020 года, я бы сказал, что было на зеленом свете, сейчас переживаем некую турбулентность, может быть, есть какие-то претензии на желтый свет из-за влияния всех санкций и устрашений насчет транзита. Но, как и Павел правильно сказал, основной здесь базовый вопрос – как будет с коленными удобрениями. То есть, мало того, что было сказано, действительно, эта турбулентность компенсирует большие IT-компании, которые релатсируются в Литву. То есть, я бы сказал, несмотря на то, что страшилок много, но мы и страшилкам как бы привыкли к такому шантажу и знаем, что из-за другой соседней страны и их контрсанкций мы как-то сумели, вроде бы, экономика адаптироваться. Так что, если будет совсем плохо, все равно варианты диверсификации есть. И действительно, соглашусь, что так или иначе, если смотреть сугубо просто про торговлю, больше повлияла пандемия, а не политическая турбулентность. Второй пункт, составляющий отношения – это энергетика. Было красный свет, остался красный свет. В принципе, эту тему нам очень навязывали, официально Минск особенно, навязывали в плане того, что якобы Литва – страна только одного вопроса, хотя это далеко не так было. Но, тем не менее, и в этом плане можно сказать, что вот открылось, что все-таки у Литвы были и торговля, и человеческие отношения, и вопросы права человека тоже по отношению Беларуси были на повестке дня не только Островецкой АЭС. Так что тут стабильность. Третья составляющая – это человеческие отношения, где спектр очень широкий от и до. То есть я бы сказал, что в принципе оценивал с некоторыми, может быть, исключениями, как зеленый свет, где этого обмена было очень много. Картинка меняется, да, там повлияла пандемия та же самая на туризм, но там журналисты, культура, академическое сотрудничество, то же самое ЕГУ и так далее, оно в принципе в довольно неплохом уровне, и я думаю, что потенциал нарос только больше. То есть темная лошадка, про которую наверняка стоило бы сказать, серая зона – это компании, так в Литве, так в Беларуси, которые работают на обход санкций. Ну, разного вида, и в ту, и в другую сторону. Как бы вот тут интересно, как будет, потому что есть некоторые компании, которые работают и с долей как бы военного сектора, и тут очень много всякого интересного, и включая, как это повлияет по санкциям и по разным расследованиям и так далее. Ну, по рекомендациям я бы сказал, что да, в принципе, вы правы, хотя надо иногда меньше слушать некоторых отдельных политиков. Там бывает отдельный wishful thinking. Литва, думаю, понимает свою роль, но никто и не планирует вмешиваться в внутренние отношения. И уже на протяжении многих лет я всех как бы подбадривал на Беларусь, не смотреть геополитическими линзами, это очень важно, не поддаваться на дилеммные ситуации, которые навязывают, ну, например, господин Макея и коллеги, суверенитет или права человека, или демократия. Это ловушка. Мы знаем, что суверенитет – это граждане страны первым делом, а не один человек. Один человек делает страну очень уязвимой. Анализируя Беларусь, я стараюсь литовским деятелям внешней политики говорить, что избегать двойной дихотомии. Первое – это геополитические дихотомии, Кремль и Европа. Второе – это политические. Лукашенко или оппозиция. То есть, что мы увидели в 2020 году, что открылись в себе вообще новый мир, что есть и эксперты, есть как бы и правозащитники, есть и журналисты, есть и профсоюз, и IT, и бизнесмены, которые не обязательно попадают в эти дихотомии. И это, я думаю, большой плюс. Мы, как маленькая страна, должны быть заинтересованы, чтобы международное право работало, чтобы предсказуемость соседа была, и работать через международные институты максимально, потому что доверие давным-давно режима Лукашенко исчерпано. Опять не буду возвращаться к событиям десятилетней давности. Устойчивость, последовательность – это ключевая деталь для Литвы. То есть, мы и раньше не были особо в тренде. То есть, ну, то есть, и я думаю, сейчас, может быть, внимания Беларуси настолько много, что и у нас есть некоторые дивиденды. Но, то есть, держать свою линию, я думаю, что это очень важно. Угроза – не остаться одной. Сейчас этого нет. Это, вроде бы, и плюс. Ризика, в принципе, остаться примерно на тем же самом уровне. Ну, то есть, вот таких сложных двухсторонних отношений. И в вашем вот этом матрице это три практически квадратика. Ну, если останемся при этих сценариев на том же самом уровне, то, по сути, это больше вопрос только, как должны адаптироваться в долгосрочной перспективе. Но если смотреть на квадратик другой, где говорим про новую Беларусь, потенциал огромнейший. То есть, и вот, так что вот ситуация у нас такая, или остаемся примерно на том же самом уровне, как сейчас, или работаем над этим, что потенциал, который, ну, там, sky is the limit, да, в принципе. И я думаю, что в этом плане то, что происходит, мы за этим наблюдаем, поддерживаем контакты эти человеческие, понимаем свои ограничения действия, но держим линию насчет международного права и воздействия всех международных механизмов, стараясь не поддаваться на какую-то большую геополитическую игру. Вот так, например. Спасибо большое, Витя, спасибо. Тогда я хотел бы сразу передать, тут не было, мне кажется, вопросов нам каких-то экстренных, которые мы должны прямо сейчас взять, и поэтому я передал бы слово Вии Дедковича. Пожалуйста, Вии, извините, пожалуйста, еще раз, если я вдруг как-то неправильно поставил ударение. Ваши пять минут взгляд на белорусского отвиски и угол этих отношений. Добрый день, привет всем из Риги. Спасибо большое за приглашение на эту презентацию, и, конечно, спасибо большое за аналитику и такое более углубленное, я бы сказала, перспективы на отношения и на то, что нас может ожидать в будущем, что мы должны или не должны делать. Но я думаю, что первый акцент, я в целом очень рада, что огласка балтийских и белорусских отношений, она становится более широкой. Вот недавно мы тоже в Латвийском институте международных отношений работали как раз немножко на схожем, лимитированном, но схожем таким, ну, работой, можно сказать, анализом, как Прибалтика и Скандинавия реагировала на кризис. Но я думаю, что этот интерес к тематике, он не только из-за этого, но, в принципе, ситуация, которая сейчас сложилась, сложная, но она предоставляет такие интересные углы, если можно сказать, и такие деменции, и обдумывание, ну, кажется, как страны, это больше, наверное, про Латвию, каким образом страны, которые вроде уже, у них был такой сложившиеся хорошие отношения с режимом, как вот внезапно, буквально за год эта ситуация драматически поменялась, каким образом мы стали таким, как флагманом, ну, может, не только Латвия, но как бы Литва в основном, но мы и там рядом, каким образом это изменение, оно так резко появилось, и, конечно, все-таки, ну, нельзя забыть, что страны Прибалтики экономически одни из более взаимосвязанных с Белоруссией, и тоже как, то есть, чем мотивирована эта такая измена позиции, это, ну, интересно просто наблюдать и исследовать. Ну, я думаю, дальше я немножко пройду в такие нюансы латвийско-белорусских отношений, и я, наверное, переключусь на английский язык, чтобы мне самой немножко легче было бы. So, for my own convenience. Поэтому для собственного... Я извиняюсь, мне не слышно. В зуме. Да, хорошо. Да, можно? Окей, so I will just proceed. Хорошо, я тогда продолжу. Итак, по сути, действительно, как вы уже указывали, латышско-белорусские отношения имеют долгую историю. В течение последних десятилетий, как минимум, в принципе, они развивались достаточно позитивно по целому ряду причин. У нас есть общая граница, общие экономические возможности. Также у нас есть большая диаспора белорусов, проживающих в Латвии. И в течение долгого времени я предполагаю, что Латвия рассматривала Беларусь как часть своего портфеля внешней политики. Были общие факторы, которые нас объединяли и пролистрируют то, что хочу сказать. Используя несколько статистических цифр, политически мы очень хорошо взаимодействовали. Политический обмен также у нас осуществлялся практически ежегодно. Вот совсем недавно, в 2020 году, в январе этого года, наш премьер-министр обсуждал визит господина Лукашенко в Ригу. Да, и Лукашенко уже вот-вот должен был приехать в Ригу, но ситуация потом несколько изменилась из-за пандемии COVID-19, а потом ударил политический кризис. И отношения, по сути, были высоко мотивированы экономическими соображениями, потому что это была транзитная отрасль, которая ориентировалась на Россию, на российские грузы. Это основа для нашего бизнеса и отношения с Белоруссией, которая является вторым крупнейшим поставщиком для нас. Также представляла топ наших политических дискуссий, было целый ряд других тенденций, которые были за последние годы. И большое количество всего этого, как вы уже отметили, в 2020 году полностью изменилось кардинально на 180 градусов. В плане чёткого партнёрства и даже дружбы практически отправился в полный блок-аут. Были введены личные санкции, делегитимизация режима, большое количество других аспектов, которые касаются отказа от проведения совместного чемпионата мира по хоккею, отказа от закупок электроэнергии в Беларуси. Если мы сравниваем ситуацию с Литвой, Латвия заняла более умеренную позицию, я бы сказал, более прагматичную позицию в выборе наших официальных заявлений, кто является официальным лидером страны, кто является президентом и так далее. Также на практическом преломлении, тем не менее, отношения развивались достаточно драматично. Я думаю, вы все видели, что произошло с национальным флагом, заменой национальным флагом Беларуси во время чемпионата мира по хоккею. Возможно, это стало поворотным моментом для ухудшения наших отношений. Также это изменило, изменения стали происходить кардинально за последние годы. И это вопрос касающийся последовательности подхода, о чём уже говорили наши уважаемые панелисты в своих выводах, в своём исследовании. Это общий обзор с моей стороны. Что касается того, что мы можем ожидать в ближайшей перспективе, я полностью согласна с тем, что есть три возможных сценария того, как у нас будут развиваться отношения в дальнейшем. Либо Лукашенко останется у власти, это один сценарий. Второй сценарий, скорее всего, если Россия, пророссийская элита заменит существующий режим в Беларуси, когда будут другие алгоритмы нашего отношения, или когда в власти придёт проевропейский политик или как минимум нейтральный режим в Беларуси, это создаст другие возможности для наших отношений. И рассматривая все эти три кейса, не зная, конечно, какой из них реализуется, это создаёт определённую неопределённость. Я полагаю, что если господин Лукашенко сохранит свою позицию, мы можем ожидать, даже в том случае, если политические отношения будут ухудшаться, но учитывая прагматический подход или также экономические соображения, так как у Латвии негативный торговый баланс в Беларуси и другими словами, мы в основном получаем деньги и отношения останутся. Это то, что нужно в принципе для режима. И идеи высказаны премьер-министром Беларуси о том, что он будет полностью переориентирует товарные потоки из латышеских портов, то, что повлияет негативно и на Беларусь. Потому что для того, чтобы спрыгнуть другие порты, им придётся серьёзно увеличивать плечо логистическое. Если же мы посмотрим на возможный приход к власти вместо Лукашенко пророссийских сил, это также повлияет на транзитную отрасль, которую теоретически можно уже рассматривать. если 70% нашего отрасли основано на единственном провайдере, тогда это представляет определённую проблему, и нам нужно уже думать об этом заранее, относительно, как реагировать на это. Если мы увидим переход транзит-власти к более про-европейскому или нейтральному политику, то наше двустороннее отношение будет более конструктивным, основанное на рыночных правилах. Я добавлю ещё несколько деталей относительно того, что говорилось о научном исследовании и о рекомендациях. Действительно, отсутствует слишком большое количество инструментов или инструментариев внешней политики, которые бы могли помочь нам повлиять на ситуацию. И в этом должна заключаться наша цель не в Прибалтике, не в Европе в целом относить к тому, как прибалтийское государство должны делать это функционировать как наблюдатель, не просто бросать Беларусь самой справляться с последствиями ковида, но на региональном уровне, на европейском уровне более широко вы ощущали такую позицию, что сейчас не самое время для внесения геополитических элементов в этот кризис. Но с другой стороны, мне кажется, что Евросоюз должен сам влиять роль восточного партнерства в целом и какие перспективы могут иметь те, которые включены в группу восточного партнерства, включая Республику Беларусь, чтобы они могли получать не только физические материальные преимущества или стимулы в плане в размере 3 миллиардов евро. говорилось также о выделении 11 миллиардов, но мы должны более шире посмотреть на это. Если мы будем с одной стороны наказывать Беларусь с одной стороны, можно ожидать определенное преимущество в будущем, которые должны стать реальными, а не теоретическими. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Эви, мы одновременно с вами пришли к выводу, что можно поторопить вас чуть-чуть, и я хотел бы попросить сейчас, я знаю, что поднял руку, вернее, попросил высказаться, Видовгос Ушацкас, и ему нужно будет уйти чуть пораньше, поэтому Видовгос, я, наверное, вам дам слово. Спасибо, я тогда продолжу тоже на английском, как и наша латвийская коллега. несколько комментариев, которые я хотел бы сказать об этой дискуссии. С одной стороны, я согласен с тем, что сказал Витис и Эви, что кризис в Республике Беларусь не имел геополитические источники или первопричины. Тем не менее, давайте будем реалистичными и признаем, что если, когда Байден и Путин сегодня обсуждают Беларусь в Женеве, это уже автоматически может иметь геополитические последствия, когда Путин будет общаться с Лукашенко и когда министр иностранных дел также общается с Лукашенко. Это уже геополитический пазл. Геополитический пазл, который не может быть разрешен просто через политический активизм, за что выступает Витязь. Нельзя это разрешить через санкции в одиночку, потому что на этом этапе Евросоюз и США в том числе не имеют достаточно уровень влияния или давления на Лукашенко напрямую. Сказав это, очевидно, что на данном этапе скорее всего на Минском можно будет с Минском общаться через Москву, если будем рассматривать кризис через политические переговоры. Это касается любого политического кризиса в Колумбии или Афганистан, где было 4 года, или Беларусь. Что касается Приболтики, при всём должном уважении, учитывая эмоциональную дипломатию, демократическая повестка — это лишь часть более широкой комплексной картины отношений внутри и вне Республики Беларусь. Прибалтийские государства уже сыграли важнейшую роль. Они скорее всего продолжат предоставлять поддержку мигрантам, которые будут приезжать туда из Беларуси. На самом деле речь идёт о большом количестве притоке небелорусских мигрантов, которых мы сейчас слышим поступает из Беларуси в Литву. Я думаю, Прибалтика продолжит поддерживать демократических активистов в Республике Беларусь. Сказав это, если мы хотим оказать воздействие на процесс принятия решений, как кто-то уже говорил об этом, скорее всего потребуется дать большую полномочию Евросоюзу, чтобы он мог пообщаться с Путиным на эту тему, на тему в Беларуси для того, чтобы четко донести до него четко установленные цели. Для меня такие цели должны быть и остаются, чтобы Беларусь оставалась суверенным, независимым государством. Я знаю, что некоторые люди считают, что Беларусь никогда не является независимым государством, и мы и так, по сути, фактически являемся частью России. Я с этим не согласен. и мы должны стратегизировать нашу политику для того, чтобы избежать исчезновения Беларуси с политической карты, как независимого суверенного государства. Для этого мы должны использовать дополнительные источники последствий для проведения, скажем, военных учений, военных транзитов, что есть какие-то базовые красные линии, или горячие точки, которые мы должны четко прописывать эти линии. Вот, что я хотел бы сказать в рамках этих дебатов. Я с удовольствием готов прочитать отчет Павла и Артема. Мне понравился ваш доклад, и буду с интересом отслеживать ход этой дискуссии. Господин Ушацко, спасибо вам большое. Я напоминаю, что у всех экспертов, дипломатов, подключившихся к нам, если вы видите у вас возможность поднять руку, пользуйтесь ей, возможно, есть вопросы, реплики. И, наверное, сейчас мы уже будем открывать третью часть, третью фазу нашего мероприятия, это вопросы и ответы. Пожалуйста, пишите их в чат, пишите их в трансляции на ютубе, мне их все передадут. И пока вопросы собираются, Инрик Таррент, может быть, у вас из Международного Центра Обороны и Безопасности из Эстонии, может быть, у вас есть реплика желания высказаться по эстонскому досье, что ли, по эстонскому направлению вот этого вот квадрата отношений или треугольника отношений. Если да, то пожалуйста. Пока не слышу отклика. Возможно, тогда мы возьмем вопрос от Сергея Богдана, вопрос или реплику, мне подсказывают, что тоже есть интерес. Сергей Богдан, пожалуйста. Да, добрый день, вы меня слышите, да? Да, Сергей, слышим. Очень рад видеть Артюма. Павла, к сожалению, не знаю, но очень надеюсь увидеть само исследование. К сожалению, его почему-то не разосвали. Я даже не знаю, присутствует ли там какой-то компонент, касающийся стратегической консталляции, то есть, особенно говоря, военных перестановок в регионе. Поэтому вот первый мой вопрос был, как-то вот учитывался вот этот фактор, насколько все-таки по сути за последний год мы видим такую практически геополитическую революцию, не побоюсь этого слова, когда мы уже фактически как факт аккомпли должны считаться с непосредственным военным присутствием России в Белоруссии, то есть уже не теоретическим, а конкретно присутствием авиации с лета нынешнего года, с созданием учебных центров, ну и это все, в принципе, я думаю, и без меня знают. То есть это мой первый вопрос. Второй, вот при том, что я не сомневаюсь, что продукт аналитический у Артема, как всегда, прекрасен, хотя я не согласен буду на 80%, но вот меня что смутило, что все-таки как-то Артем и Павел, я так понимаю, все-таки воздержались от поиска каких-то белорусских субъектов, которым что-то советовать. То есть я понимаю, что у вас более чем достаточно причин не пытаться что-то писать белорусским властям нынешним, но есть же еще различные субъекты оппозиции. И поэтому вот у меня вопрос, а почему все-таки не посоветовать оппозиции, как все-таки работать так, чтобы не стать, не быть инструментализированными спонсорами. То есть, условно говоря, как все-таки белорусский оппозиции сохранить субъектность, работать над тем, чтобы быть партнерами, а не расходным материалом. Вот, поэтому, и тут, знаете, вот меня все-таки тоже смущает, что как-то вот даже когда смотришь на карту, вот я как ее вижу, то мы видим все три балтийские страны, видим Россию, а вот Беларусь как раз, Артем, как-то вот так и затеняет. Вот, и еще тут пару коротких моментов, вот в частности относительно работы санкций. Я согласен, что это вопрос настолько уже затертый и, к сожалению, с точки зрения многих философский, я понимаю причин для этого, но давайте все-таки посмотрим на это еще с другой стороны. К чему приведут санкции с точки зрения перспектив развития Беларуси и перспектив развития региона как единого целого? Фактически действия различных субъектов на протяжении последних нескольких лет привели к тому, что разрываются хозяйственные связи, которые порой нарабатывались, я бы даже сказал, не просто десятилетиями, а по сути веками, поскольку всегда балтийские порты были для Беларуси выходом в более широкий мир. И это сейчас ломается. Ну вот как бы Павел нас тут все-таки утешает, что вроде бы еще не настолько резко, но я думаю, что тут скорее вопрос времени, поскольку на данный момент ситуация уже дошла до того, что действительно мы прошли уже модальность Бахрейна в его зависимости от Саудовской Аравии и фактически уже приближаемся действительно к Абхазии в ближайшее время. То есть как бы вот это разрыв этих хозяйственных связей и если добавить еще санкции и еще их больше разорвать, то ну вот как бы я тут думаю вопрос тогда о том, к чему ведут санкции становится риторическим. Он ведет просто к негативу для всех и для нашего общего будущего в том числе. То есть я призываю все-таки рассмотреть санкции с точки зрения общего будущего народов региона после того, как там уже будут другие лидеры, другие совершенно тут расстановки. И последний, наверное, момент вот относительно замечания Артема совершенно справедливого о том, что вот если условно говоря там попробовать ограничить транзит газа через Беларусь, то наверное в Кремле тоже возникнут другие соображения относительно ценности белорусского маршрута. Это все хорошо, но вот здесь вчера как раз возникла интересная новость, о которой я думаю коллеги уже знают и Артем тем более знает, это о том, что Россия резко, точнее Газпром уже в четвертом квартале этого года почти на 80% транзит газа через Беларусь сокращает. При этом при всем даже интересно, что это уже и близкие к белорусскому режиму аналитики сказали, что смотрите, при этом транзит газа через Украину куда более гарантирован, чем через Беларусь. То есть вот у меня хотелось бы тут задать вопрос коллегам, что ну вот смотрите, а как же тогда с этой новостью? Получается, что они уже и сами сокращают, то есть может и вообще им этот маршрут не настолько существенен. Ну и действительно сейчас последний момент все-таки относительно замечание вот Витеса Юркониса вот относительно логики Макея. Я понимаю, что как бы вы уже устали от логики Макея, которую вы наверное слышите уже непосредственно слышали много часов, много дней, да, но тут вопрос в том, что все-таки мы можем отрицать, что есть геополитический там вот фактор и господин Ушацко справедливо отметил, что может там фактора и нету, но измерения есть. И тут вопрос в том, что действительно если Беларусь утратит субъектность еще больше, утратит свой суверенитет, каким образом это все-таки поможет демократизации правам человека. Ну я надеюсь, что вы не считаете, что если Беларусь станет частью империи Владимира Путина это будет способствовать демократизации или правам человека. Спасибо, извините, что так долго. Спасибо большое, Сергей, очень много пунктов, которые надо покрыть. Павел возьмет военное сотрудничество, порты, а я частично отвечу на остальные и мы дадим Витису, я думаю, будет справедливо Витису и Ирконису тоже дать право ответить, потому что была и к нему реплика. Павел, тогда начнешь. Я постараюсь максимально кратко, мне сложно понять, что в вашем понимании должно отвечать глубокому анализу военно-политического измерения, поэтому, наверное, просто скажу, что частью исследования является глава, в которой анализируется фактор России, и мне кажется, это и есть то самое измерение, о котором вы говорите. Если же перейти к теме портов, то самое главное, наверное, то, что мы должны понимать, это то, что сама Беларусь не заинтересована в том, чтобы уходить из Балтийских портов, несмотря на риторические заявления. И сами действия белорусских властей до кризиса, попытки расширяться в Клайпеде, они свидетельствуют о том, что это наиболее эффективная дорога для белорусских грузов, наиболее удобно сотрудничество с Литовской Крой, несмотря на политически сложные отношения на протяжении долгих лет. Поэтому я думаю, что единственное, что может побуждать к переориентировке белорусских грузов, это какие-то эмоциональные решения либо давление из Москвы. Но осознавая, какие последствия, каким последствиям это может привести, я думаю, что белорусские власти так или иначе будут этому сопротивляться. И собственно говоря, статистика, которую мы анализировали, проводя это исследование, подтверждает, что белорусские власти не просто так выбрали этот компонент нефтепродуктов и не просто так они его направили только в адрес одной стороны. То есть, как я уже говорил, это политическое решение, которое должно служить невысказанной угрозой в отношении двух остальных стран, в то же время не должно нести каких-то очень серьезных экономических последствий, фатальных экономических последствий для различных отраслей и для белорусской экономики. Поэтому я бы не говорил, что такая дорога, на которую мы ступили, обязательно придем к такому апокалиптическому сценарию, который вы, Сергей, описали. Спасибо вам еще раз за вопросы. Я хотел бы добавить по остальным, и поэтому в том числе я думаю, что я полностью разделяю, Сергей, ваши опасения по поводу разрыва этих экономических тканей, которые долго формировались, но я также думаю, что то, что формировалось веками и десятилетиями и довольно быстро белорусская власть от каких-то элементов этих отношений избавляется по конъюнктурным соображениям, если так быстро можно перевести какой-то транзит в Россию, то, на мой взгляд, при изменении разнообразной конъюнктуры и политической в том числе, можно будет также оперативно перевести его обратно. И поэтому я бы тоже не считал эти процессы необратимыми в обе стороны. То есть это не отлито в граните, как принято в некоторых наших странах говорить. И поэтому мне кажется, что идти дальше, чем тех рекомендаций, которые мы дали европейским и балтийским политикам, не вестись на провокации, не сознательно не уничтожать эти экономические многовековые, многолетние связи, а мы про это говорили в рекомендациях, я тоже про это говорил, и насколько это возможно не делать бизнес заложником политических разногласий, в первую очередь частный бизнес. Я думаю, что это тот максимум, который мы как исследователи здесь можем делать, потому что есть вещи, которые сильнее, и вот санкционная логика, она в данный момент становится уже некой такой, ну если хотите, природной константой, которая сильнее, чем просто воля, воля аналитиков, советы аналитиков, после ухудшения драматического отношений после августа прошлого года между Белоруссией и Евросоюзом, это Минск инициирует большинство разрывов этих, ответных разрывов этих связей, и есть ли здесь какое-то влияние и какая-то роль в этом плохом процессе, в этом действительно драматическом процессе европейских политиков, я не уверен и значительно ли она, и могут ли они что-то повлиять на желание Лукашенко наказать их таким образом, без полного отказа от своей критической политики по отношению к Беларуси. То есть посоветовать им вообще не критиковать, не наказывать Минск, чтобы Минск, не дай бог, не передумал продавать что-то, это, мне кажется, не совсем даже этично с точки зрения исследователей. И то же самое касается советов белорусской оппозиции. Смотрите, здесь всегда встает вопрос, а кому именно, кому именно нам что рекомендовать. Белорусские штабы оппозиции в изгнании, на мой взгляд, обладают очень ограниченным ресурсом влияния внутри страны. Даже международно, мне кажется, их влияние часто преувеличено. И что с их призывами, что без их призывов, мне кажется, что политика как Европейского союза, так и США так и стран Балтии строилась бы примерно по похожим же лекалам и по похожим же паттернам. И поэтому от того, что мы дадим советы какие-то коммуникационные белорусской оппозиции или каким-то группам белорусской оппозиции, я не думаю, что что-то изменится на самом деле, от того, что они как-то поменяют свою риторику. Ну а самое главное давать советы одной стороне в противостоянии внутриполитическом и не давать его другой стороне в противостоянии внутриполитическом, означало бы однозначно занять эту сторону, чего все-таки мы, несмотря на какие-то собственные симпатии, антипатии, наверное, как и следователи в данном случае делать не должны. и вопрос по поводу санкций и того, какой вред они несут долгосрочные. Повторюсь, мы не занимаем здесь позиции, полезны ли они или нет, каким они последствиям могут привести, просто потому, что мы этого не знаем. А санкции могут стать спусковым крючком процессов, которые сегодня не видны, каких-то абсолютно нервных эмоциональных решений белорусской стороны, которые не были предсказуемы, или российской стороны. И, соответственно, находить однозначную причинно-следственную связь между введением санкций и тем, что они спровоцировали Минск на что-то, что стало разрушителем для отношений Беларуси с стран Балтии и Беларуси, это тоже слишком сложно. Это слишком сложная логическая связь. Я не считаю, что за это должны нести ответственность, к примеру, за какие-то эмоциональные жесты встречные, должны нести ответственность те, кто делают какие-то шаги в Евросоюзе, или те, как мы, которые предлагают эти шаги для европейских политиков. Я извиняюсь, если я путанно излагаю, я просто считаю, что не все здесь в руках Европы и стран Балтии. На некоторые деструктивные шаги идет сам Минск, иногда под давлением Москвы. И я думаю, что насчет военной сферы я здесь поддержу Павла в том, что мы не ставили себе приоритетом рассмотрения именно конкретно этого фактора, его влияния на увеличение военного российского присутствия в Беларуси, на белорусско-балтийские отношения, потому что для многих балтийских стран, возможно, ошибочно, возможно, нет, но Беларусь уже воспринималась как чуть ли не полный сателлит России с точки зрения политики безопасности и обороны. И, соответственно, мало что для них в этом смысле изменилось. И восприятие Беларуси, восприятие мотивов действий белорусской власти, восприятие России. И поэтому кризис здесь не оказал решающего воздействия. И, кроме того, я также считаю, что многие из тех действий, которые вы перечислили, они обратимы, они не вечны. Я хотел бы сейчас дать возможность Витису и Юрконису тоже отреагировать на... Пока мы, Сергей, вас не слышим, я хотел бы Витису дать возможность отреагировать на вашу критику и его позиции или вопрос к его позиции. Да, я думаю, что спасибо большое за вопрос, ремарки. То есть и то, что господин Ушацко сказал, и что Сергей Богдан сказал, ну, мы видим эти геополитические аргументы. И они, конечно, присутствуют, то есть, но нам их навязывают как некий геополитический шантаж. То есть, я думаю, что вот этого и надо избежать. Нас на это навязывают, а мы должны от этого уходить, потому что, если сходить с той точки зрения, что сказали оба, так, господин Ушацко, так, господин Богдан, да, если у Евросоюза якобы ограниченное воздействие или рычаги влияния на геополитическую повестку, так давайте тогда, по крайней мере, делать правильное дело. То есть, а не участвовать там, где у нас нету рычагов влияния. И вот, если так уж говорить по поводу преимуществ, да, Кремля, ну, мы знаем, что, конечно, там, где у них не очень много стратегических преимуществ, но пару есть, это брутальная сила и необщитанные деньги. И правильно Артем сказал, вроде бы, Артем сказал, что перекупить Беларусь нам не удастся. Мы, скажем там, столько-столько денег. Кремль, так как он не отчитывается ни перед своими гражданами, ни перед международными институтами, они могут эту сумму и так далее. Так что, по брутальной силе мы работаем, ну, если говорим условно, Евросоюз работает по каким-то международным правилам, мы видим, что Кремль не особо обращает на это внимание. Так что, мы должны понимать, где наша сила, преимущества. И если мы видим, что в этом плане не особо, что можем сделать, и это как бы то же, что Артем сказал, что есть ограниченные возможности, так давайте делать то, правильное дело, и говорить, что демократия, права человека, это то, что мы понимаем, то, с кем мы общаемся, то, кому мы доверяем. и если господину Макею или господину Лукашенко это не по пути, ну, ваше дело, так давайте сказать, что уязвимость суверенитету Беларуси исходит от таких политиков, которые, в принципе, делают всю страну заложниками своей власти. Отдайте суверенитет гражданам Беларуси, чтобы они и тогда цель у Кремля будет не одна, а очень много. А сейчас все становятся заложниками официального Минска из-за того, что они ничего в десятилетии не сделали от того, что этой уязвимости стало меньше. И это не наша вина, а официального Минска. Если у нас пока нет вопросов, по-моему, их пока нет, я дам возможность отреагировать, но мне сигнализирует, что я пропустил вопрос про газ. Павел, если хочешь, можем его разделить. Но я могу начать по поводу того, что Газпром сокращает, вернее, есть информация, что Газпром сокращает. Я пока не видел официального подтверждения этой информации от Газпрома. Я пока видел такие сообщения от инсайдеров, потому что подобные сообщения они были и в том году, и в 2020 в смысле, о том, что будут сокращения через белорусско-польский участок, можно сказать, нефтепроводы Дружба, Ямал-Европа. И они не реализовались. И поэтому я бы пока не воспринимал это как такую финальную новость. Но если это подтвердится, там все равно вроде бы остается четверть. И тем не менее, даже с этой четвертью, которая уже будет незначительным объемом транзита газа через Беларусь, можно, что называется, взаимодействовать. Можно, если о санкциях идет речь уже сейчас, в июне, в июле, то до того периода у нас еще полгода, до конца года, или там три месяца до четвертого квартала Евросоюз может уже сейчас решить отказаться покупать газ по белорусскому направлению, покупать его только через Украину. Или, если будет реализован Северный поток-2 еще и через Северный поток-2 в конце этого года, тоже мы здесь не занимаем позиции по этому проекту, они, наверное, могут быть разные. И это бы уже могло иметь действие прямо сейчас с точки зрения некого дальнейшего повышения стоимости поддержки Александра Лукашенко и его действий для Москвы. Если есть цель менять это отношение в Москве, а мне кажется, такая цель должна быть. Но, разумеется, если «Газпром» сам откажется от транзита через Беларусь полностью, то этот рычаг уйдет. Здесь, я думаю, говорить сложно что-то другое. Павел, что-то есть по этому вопросу добавить? Ну, я тоже предпочитаю не комментировать неофициальные какие-то вещи, когда они будут официально заявлены. Тогда, наверное, можно будет и подробнее, будем знать немного больше цифр. Я, скорее, предлагал бы это перевести в такое измерение. Если вы намекаете на то, что это будет ресурсом шантажа белорусских властей из Москвы, то тут все просто. Мне кажется, белорусские власти прекрасно знают, чем и как, какими действиями можно это давление из Москвы компенсировать. Они знали это всегда и предыдущая политика белорусских властей, да, вот эти меняющие друг друга периоды разморозки и, наоборот, охлаждения отношений, говорят о том, что белорусская власть прекрасно осведомлена об ожиданиях в отношении внутренней политики Беларуси, которая есть у ее западных партнеров, и которые могли бы, соответственно, помочь компенсировать это давление из России. Поэтому здесь все в руках у людей, которые находятся сейчас у власти в Беларуси, которые, собственно, контролируют экономические процессы внутри страны, политические процессы, силовые процессы. Поэтому я здесь вообще никакой проблемы не вижу. Сергей, есть какое-то желание такую, что называется, в нашем таком трехстороннем, четырехстороннем диспуте последнее слово, последнюю реплику? Нет, я не стремлюсь, чтобы последнее слово осталось за мной, тем более, что, понимаете, вы, наверное, там три месяца работали или больше над этим докладом, а, насколько я знаю, Павел вообще там сколько лет жизни отдал на эти дела, поэтому тут я скорее все-таки вопрос из этого пытаюсь достать из вас больше понимания, вот, что называется. Я просто хотел сказать, что все-таки информация выглядит довольно официальной, поскольку опубликована там на всех спутниках возможных и со ссылкой как раз на документы Газпрому. Поэтому вот это меня и смущает, поскольку я это уже как-то пару раз с российскими экспертами обсуждал, насколько важен именно белорусский транзит. И они меня как раз вот уверяли, что не настолько уж он и важен. В принципе, особенно если этот Северный поток запустить, то он ударит не только по Украине, а он в район или даже в большей мере ударит по Беларусу. То есть они мне объясняли, что как бы там дело не только в трубе, а еще в подземных хранилищах каких-то, каких-то там возможностях для регулирования так сказать, объемов, которые объективно лучше в Украине. Вот. Поэтому вот хотелось бы у вас это уточнить, ну, хотя, ну, я не хочу сводить это все к газу сейчас, просто тут конкретный вопрос интересный, вот насколько возможно на все это влиять. И снова-таки, ну, как это все сказывается на будущем вот самого региона. То есть если, условно говоря, вот Артем, вот вы говорите, что, ну, не в граните отлито. Хорошо, не в граните отлито, но если уйдет, уйдут доходы, страна начнет беднеть. Во-первых, для прав человека демократизации обеднение страны ни к чему хорошему не приведет. И Ирак, тому же, скажем, а, не, извините, просто все-таки господин Ушацка с ним в Ираке, в Афганистане работаю. Хорошо. Ну, в общем, ладно, обеднение страны ни к чему хорошему не приведет. Это одно. Второе, выезд из страны, в том числе, скажем, иммиграционное послабление для белорусов в балтийские страны, это, условно говоря, такой safety valve, то есть клапан, который излишнее давление выпускает. И, ну, тут вот непонятна действительно логика, то есть, и, понимаете, когда вот это все уйдет, уйдут деньги, люди эмигрируют, мы получим просто убитую страну. Спасибо большое, Сергей. Я, честно говоря, абсолютно разделяю как бы посыл ваших комментариев, потому что именно поэтому мы и предлагаем, и настаиваем, и советуем воздерживаться от тех санкций, которые основными своими эффектами имеют вот такое обеднение населения и привязку Беларуси к России и наносят минимальный вред белорусской власти. И в данном случае просто всегда сталкиваешься, когда начинаешь переходить к какому-то нормативному подходу, давать советы, сталкиваешься с большой дилеммой. А что тогда в этом случае страны Балтии должны делать? Не пускать бегущих белорусов к себе, не пускать эти бизнесы к себе, которые пытаются переехать, или же не реагировать на какие-то нарушения прав человека и другие жесты со стороны Минска, понимая, что их реакция даже может быть символическая, может привести к реальному разрыву торговли. И это все довольно сложные материи, на которые, мне кажется, сугубо академически ответить практически невозможно. И поэтому мы не брали на себя такую политическую ответственность призывать к каким-то конкретным вводите санкции, не вводите санкции, а мы действуем уже внутри этой парадигмы, что санкции будут, что скорее всего будут секторальные санкции, скорее всего они будут нарастать, в том числе и по внутриполитическим европейским причинам. Многие политики европейские не могут позволить выглядеть какими-то сегодня белорусскими адвокатами внутри своих стран. Это считается, наверное, сегодня уже токсичным. Поэтому это реальность. Это будет происходить. И поэтому нужно взвешивать это, об этом мы и говорили, взвешивать любое давление на Минск, любое давление на официальные белорусские власти с многофакторным побочным вредом, который это давление внесет. И поэтому прозвучавшая недавно, например, в Европейском парламенте фраза Жозефа Борреля о том, что нельзя пожарить омлет, не разбив немного яиц, она знаменует собой, мне кажется, такой серьезный фазовый переход европейского подхода к Беларуси, когда был страх побочного вреда, а теперь есть такая доминанта нанесения вреда. И вот мне кажется, что здесь без должного взвешивания, без должной оценки ситуации это рискованный подход. С этим я абсолютно согласен, но и удержать от этого, мне кажется, сегодня Евросоюз невозможно. Это просто нереалистичная политика. Значит, сейчас у нас есть буквально 30 секунд, чтобы показать у тех, кого еще есть интерес, задать вопрос, написать его в чат или поднять руку, если у вас есть такая опция. А я вот эти 20-30 секунд жду, пока мне просигнализируют, есть ли такие руки и вопросы. потому что понимаю, что время немножко у нас идет с задержкой из-за коммуникации этой технической. Говорят, что вопросов нет. У нас вернулся к нам Индрек Тарант из Международного Центра Обороны и Безопасности из Эстонии. Если есть желание добавить по Эстонии пару слов, пару минут, будем рады выслушать, потому что эстонская часть, к сожалению, у нас по объективным причинам здесь проседает, потому что нет общей границы и нет такого массива взаимоотношений, но будем рады послушать ваш взгляд на ситуацию тоже. Спасибо. Большое спасибо. Для меня очень информативно показалась ваша презентация и я с большим интересом выслушивал ответы на вопросы. Действительно, Рига упоминалась раньше, мы реализовывали небольшой проект тоже с институтом в этом году, пытаясь понять реакцию прибалтических государств из Скандинавии на политический кризис в Беларуси. Я сейчас не готов добавить что-то субстантивное к нашему диалогу здесь, который мог бы пролить свет на то, как мы можем спасти планету. Я бы, скорее, больше времени уделил тому, чтобы поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня сюда. Я искренне надеюсь, что в будущем мы сможем продолжить отслеживать ситуацию в Беларуси, потому что когда мы ведём себя как те же страусы и прячем голову в песок, прогресс не стоит на месте. Я считаю, что, к сожалению, эстонское правительство вело себя именно как, и не только потому, что это объясняет, что у нас нет общих границ, не этим только это объясняется в Беларуси, но также можно сказать, что эстонское правительство ведёт себя так, потому что наша политика настолько сфокусирована на себе. И мы в 90-х годах, может быть, в начале 2000-х нам было чем гордиться, мы хотели занимать международную политику, быть участием в международной политике, а сейчас мы скорее боремся друг с другом внутри себя. Поэтому я не вижу реальных усилий, которые предпринимают, скажем, Вильнюсом или усилия, которые предпринимаются другими странами в плане развития белорусской демократии. К сожалению, мы просто не обращаем на это внимание, но, разумеется, я хотел бы сказать в соответствии, это моё личное мнение, сразу хочу сказать, это не мнение моего института, то, что я сказал, я так и считаю. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Индрике, у меня теперь есть сообщение, что Лауринас Юнавичус из Вильнюсского университета поднял руку. Пожалуйста, Лауринас, вам слово. Слушайте, наверное. Слышим. Хорошо. Спасибо вам за все, что вы тут сказали, очень интересно было. У меня такой простой практический вопрос. Одна из ваших рекомендаций была по помощи тем, которые остаются в Беларуси. В принципе, с чем я согласен и не могу не согласиться, но у меня, как вот с теорией перейти к практике, ведь мы знаем, как режим сейчас относится к тем, кто имеет даже мысль про то, что надо делать что-то против режима, строить демократию и все другое. В принципе, помощь извне, тем людям, которые остаются внутри Беларуси, это значит, что сами эти люди, организации, предприятия, они как бы подвергаются еще большим репрессиям, преследованиям со стороны режима. Так вот, такой очень практический вопрос, как это делать? Ну, я понимаю, там неформальные, неофициальные каналы, но это тоже как бы не самый большой выход. У вас, я не перечитал весь этот доклад, есть мысли вот по этому поводу, потому что это самые важные, самые практические мысли, в принципе. Спасибо вам. Спасибо большое, Лавринс. Павел, наверное, начнет, я продолжу, может быть. Спасибо, Лавринс, за вопрос. Я бы, наверное, на две части его разделил. Мне кажется, что тут схемы, которые существуют сейчас или которые могут существовать, они действительно лучше известны тем людям, которые годами работают в Беларуси, которые годами работают в этой сфере, поэтому, наверное, рекомендовать им что-то, исходя из нашего опыта и недостаточно, с моей точки зрения, глубоких знаний в этой теме, было бы, наверное, очень смело. А вторая часть с ответом на ваш вопрос это в том, что если бы у меня и был этот ответ, я бы его вряд ли озвучил, просто исходя из практических соображений. Мне кажется, это не в рамках публичных дискуссий такие рекомендации должны даваться. Да, я, может быть, отвечу на этот вопрос уклончиво, из которого вы, вероятно, поймете направление мысли. Мы не специалисты с Павлом по криптовалютам и по дырам в белорусско-европейской границе. И мне кажется, что сейчас люди, которые разбираются в этом, смогли бы лучше дать вам совет. нет, но я, если переходить от шуток к серьезному, я абсолютно разделяю мнение Павла о том, что спрашивать об этом нужно в первую очередь у самих потенциальных рецепиентов помощи. Часто, причем, это не речь не идет о деньгах. У журналистов в Беларуси еженедельно конфискуют технику. И вот, мне кажется, с такой помощью неденежной тоже разнообразные европейские институции, в том числе и Балтийские могли бы помочь. Но это правильнее спрашивать у самих людей, у самих людей на земле, что называется. Мы с Павлом сегодня уже по разным причинам не там. И на этом мне подсказывают, мы должны завершать. И я хотел бы для... Во-первых, поблагодарить всех, кто был с нами, поблагодарить нашего переводчика и фонд Эберта еще раз за организацию и поддержку нашего исследования, за организацию нашей презентации и передать слово руководителю оригинального офиса фонда Фридрих Эберта и представителю фонда по Беларуси Кристоферу Форсту для заключительного слова. Большое спасибо за очень интересную презентацию. Павел, я также говорю о вас. Первые два пункта, которые упоминались в исследовании, вы можете найти в интернете текст этого исследования. И большие части этого исследования мы не упоминали. то, что политический кризис еще не закончился, это продолжается источником серьезных вызовов для Евросоюза и для Прибалтики. И тем не менее мы не можем продолжать наши отношения без разрешения кризиса Латвия, Литва, Эстония, как и другие участники, пытаются найти ответ на то, что происходит сейчас в республике Беларусь, то, что идет вне Беларуси. Несколько раз мы уже понимаем, они должны понимать свои ограничения. мы понимаем, что ответы не всегда реагируют на то, как мы это ожидаем. Это может повлиять на добродружественные отношения с Беларусью, но многое должно вначале реализовать в республике Беларусь и в внешней политике. Хотя трудно предположить, что это изменится в ближайшем будущем. также я не хочу заканчивать любое мероприятие по Беларуси на пессимистичной ноте. Иронично, что мы сталкиваемся не только сейчас, сегодня не только Путин с Беларусью, но и Финляндия с Россией играет в хоккей. Мы знаем, что большие людей в Украине и здесь у нас болеют за Финляндию. Большое спасибо за это мероприятие и рекомендую всем ознакомиться с полным текстом этого исследования. Думаю, это очень полезно будет для всех. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok